Всем привет, с вами Руслан, принесли на ремонт телефон Huawei, моделька у нас Y5 Lite или Y5 Lite, кому как удобнее или же все-таки Honor 7A, это тот же самый телефон, только в исполнении Huawei Заявленная неисправность не включается, совсем не включается Пробуем, втыкаем в зарядное устройство Загорается индикация, потребление у нас, сейчас скажу, 390 мА Вполне нормальное потребление, но телефон при этом не включается Открываем Уже известным методом, кто метод не знает, пройдите на канал, там почти у всех видео этот метод я показываю Здесь нет сканера отпечатка пальца, поэтому крышка снимается без труда И полностью, также у нас отсутствовал держатель сим-карты Хозяин его не предоставил Оставил себе Побыстрому выкручиваем все видимые винты И невидимые в том числе Если такие имеются На телефоне у нас пломбы Следовательно, в телефон никто не лазил Очень хорошо Я уже вижу внизу Маленько коррозию Что очень плохо Опять же Поэтому сразу открутим, наверное, и нижнюю часть На верхней части все винты выкрутились И давайте На нижней части то же самое Проделаем Внизу также пломба присутствует у нас Вот так и будет видно Телефон у нас не вскрывался Единственный аппарат Вот на этих винтах Которые у нас Держат разъем зарядки Имеется такая эрозия Хотя сами пломбы, насколько я помню У него должны краснеть При попадании влаги Сейчас мы еще подаем щиток Там еще один индикатор влажности есть Так, все, болты открутили Они разные Внизу черные, вверху белые Не перепутайте Поддеваем Нашу пластинку Убираем Отстегиваем аккумулятор И любуемся Какими-то пятнами Здесь, здесь Ой, чувствую, будет весело Коннектор дисплея у нас чистый Давайте отстегнем Шлейф боковых клавиш На нем я вижу коррозию Вот так вот она выглядит Очень плохо, что она так выглядит Отстегнем шлейф И шлейф у нас, к счастью, не пострадал Чуть-чуть пострадал у нас сам коннектор Ну, это коррозию вычтем И индикатор влажности у нас, к сожалению Влажный, мокрый был Поэтому он покраснел Давайте мы снимем нижний щиток И посмотрим на нижнюю часть телефона Данный шлейф был отстегнутый Возможно, он отстегнулся сейчас, когда я поднимал щиток Ну, вряд ли Также имеется у нас здесь индикатор влажности Который у нас покраснел На шлейфе я не вижу никаких Видимых дефектов Видеокислов Но на коннекторе В нижней части маленько имеется Окисел Давайте разбираться дальше Снимем системную плату И посмотрим ее с другой стороны Для этого отстегнем, наверное, камеру Чтобы она не мешалась Здесь на коннекторе также все чисто Отстегнем коаксиальный кабель Мы уже отстегнули боковые клавиши Возьмем лопатку И где-нибудь нам надо подлезти Где-нибудь надо подлезти И поднимаем системную плату Здесь у нас все чисто Это не может не радовать Вообще, хоноры очень плохо переносят воду Здесь небольшие окислы Но в целом я вижу, что все хорошо Давайте для наглядности Поднимем щиток Который у нас здесь просто одевается Видим под ним засохшую термопасту Ну, данный телефон особо не греется Менять мы ее не будем Также имеем термопрокладку Очень тонкую Которая еще мягкая И менять тоже ее не будем Так, что я предлагаю Найти в донорах дисплей И попробовать подкинуть дисплей Возможно, дело в дисплее Были случаи, когда у них Вот этот шлейфик поднукал И выгорала вся подсветка Сейчас я поищу и продолжим Нашел у себя в чемодане Вот такой битый модуль Я его собирался переклеить Но все, руки не доходят у нас То есть, смысла тоже переклейки нет Данный модуль стоит в магазине Порядка 1200, наверное И смысла нет Также, что меня удивляет В этих аппаратах В Honor 7A И вот в этом вот Huawei Всегда вот этот вот ярлычок Который, по идее, должен отклеиваться Чтобы приклеить шлейф Он всегда у нас заклеенный Я взял аккумулятор новый Это у нас Zetone И от Honor 10i Чем хороши Huawei Honor Почти во всех у них одинаковые коннекторы А может быть даже и полностью во всех На аккумуляторы Поэтому можем смело взять другой аккумулятор И просто подкинуть его Убираем сюда коннектор И вщелкиваем туда системную плату Которая у нас пошла на перекос И вклинила, к сожалению Сейчас мы ее И поднимем И вот я уже Нормально Аккуратно боковые клавиши Все Системная плата у нас на месте Подключаем данный модуль Я его прям так небрежно кидаю Потому что, скорее всего, клеить я его уже не буду переклеивать Нет смысла И подключаем новый аккумулятор Он должен быть заряженный Как минимум процентов на 50 Так, давайте сделаем вот так И нажимаем кнопочку Power Есть картинка Есть картинка Это не может не радовать Давайте дождемся запуска телефона Пока Я поближе осмотрю Шлейф дисплейного модуля Но дефектов я на нем Не наблюдаю Шлейф дисплея у нас полностью Нормальный Но по ходу дела Дисплей у нас Умер Ага И боковые клавиши у нас По ходу дела Зажаты Давайте Ребутнем его И отключим в это время Боковые клавиши Скорее всего В коррозии попало в шлейф Шлейф менять смысла нету Почистим Заработать должно Самое главное Чтобы его никто не сбросил Чтобы он не повис на ФРП И мне не пришлось его сбрасывать Скинуть его в принципе не проблема Но лишняя работа мне тоже не нужна Это не так уж и долго Но все равно потратить Где-то минут 20-30 Придется 40 даже наверное А со скачиванием прошивки Придется на этот аппарат Ага Аппарат включился Смотрите Тач работает Боковые клавиши я отключил Как вы видели Все работает Давайте проверим сейчас и мы Не отвалился ли у нас модем Бывает на этих аппаратах Отваливается модем Пропадают у нас Имеи И пропадают у нас серийники Нет у нас на месте Имеи серийники у нас есть Очень хорошо Сейчас разбираемся с боковыми клавишами И наверное собираем аппарат Буду обсуждать Замену дисплейного модуля Так как делать я его не хочу Не стоит очистка выделки Там уже будет видно Отрубаем металл Отрубаем дисплей Кстати попробуем Еще на старом дисплее Может быть Заведется после переборки Такое тоже бывает Возьмем Ватную палочку Наверное спирта маленько Для начала Сам коннектор Куда подключается Боковая клавиатура Зальем Чтобы коррозию остановить Теперь я беру просто Лезвие В данном случае у нас От канцелярского ножа И вырезаю вот это место Смотрим Там у нас чистенько Идем дальше Следующую кнопку Отрезаем Смотрим Там у нас Так же Чистенько Тогда у нас остается Третья кнопка Если дело не в кнопке Значит дело было в коннекторе Смотрим Ага Чисто Все три кнопки у нас Чистые Видим кнопки все остались на месте Ничего переклеивать Нам не надо Поэтому делаю так И тогда давайте Коннектор Сам На шлейф Еще Потерем спиртом Чтобы остановить коррозию Воткнем Это все дело Обратно И на этом же Аккумуляторе На новом Попробуем Запустить аппарат Картинки у нас нет Картинка у нас отсутствует Подключим Нижнюю плату Чтобы слышать вибрацию Когда включится телефон Включаем Вибрация сработала Телефон запускается Но картинки у нас К сожалению Нету Ладно Буду обговаривать Замену дисплейного модуля Вот такой был У нас ремонт Вам спасибо за просмотр С вами был Руслан Ставьте лайк Этого видео Подписывайтесь на канал Замена модуля Есть на канале Можете посмотреть Honor 7A Там есть замена До новых встреч Пока-пока